Их раза, молодцы, все было прекрасно. Теперь стряхиваем ноги, сбрасываем напряжение. Вы ощутили, как растягиваются мышцы бедер? Я ощутила. Теперь давайте поменяем стороны. Отводим правую ногу назад. Левую впереди, вес перенесен на корпус. Выпрямляйтесь, подтягивайте живот, плечи расправлены вперед. Вес перенесен на корпус. Еще четыре раза. Ощутите, как растягиваются ваши мышцы. Вы мысленно работаете вместе с ними. Готовы выполнить дополнительные три приседания? Выполним упражнение восемь раз подряд. Не забывайте подтягивать правую ногу вперед при подъеме. Думайте о прекрасной форме ваших ног. Мысленно оттачивайте ваши мышцы. Делаем выдох при подъеме. Отлично, у вас здорово получается. Еще четыре раза. Подтягивайте живот, расправляйте плечи. Молодцы. Осталось всего пару раз. У вас все получится. Итак, последний раз. Отлично. Вы готовы сделать восемь приседаний подряд? Вперед. Если вы устали, то смело можете передохнуть. Затем возвращайтесь ко мне. Еще четыре приседания. Отлично, справляетесь. Итак, еще пару раз. Последнее приседание. Отлично. Теперь перейдем к другому упражнению. Расставьте ноги в стороны так, чтобы пятки были обращены друг к другу. Бедра раскрыты. Это упражнение называется плиет. Выпримите спину, расправьте плечи, потяните живот. В этом упражнении мы с вами присядем вниз и поднимемся в исходное положение. Давайте попробуем сделать восемь раз. Выдыхайте при подъеме. Еще четыре раза. Подтяните живот и держите спину прямо. Отлично. Теперь давайте делать приседания немного медленнее, считая про себя до трех. А поднимаемся на счет раз. Попробуйте делать более глубокие приседания. Выдыхайте при подъеме. Обратите внимание на то, чтобы колени не выходили за уровень пальцев ног. У вас все получится. Не забывайте выдыхать при подъеме. Попейте воды, если вам хочется. И еще пару раз. Еще один разок. Не сдавайтесь. Отлично. Еще разочек. Задержитесь в приседании. Поработаем над мышцами внутренней стороны бедер. Это очень простое упражнение. Не меняя положение, поднимаем правую пятку от пола и опускаем ее на место. Выполняем это восемь раз. Не сильно перенеситесь к внутренней стороне бедер. Померяем выполнение упражнения, представляйте себе, как с каждой секундой ваши бедра становятся более упругими и подтянутыми. Еще пару раз. Последний раз. Теперь переходим к левой ноге. Подтягивайте мышцы живота, когда поднимаете пятку. Еще четыре раза с левой стороны. Плечи держатся прямо. Вы готовы проделать восемь раз по одному движению с каждой ноги? Поднимаем по очереди левую и правую пятки. Начали. Если вы слишком сильно напрягаетесь в таком положении, то можете немного приподняться. Так проще. Еще четыре раза. Держим дыхание. Последний раз. Отлично. Поставьте ноги вместе, стряхните напряжение. Теперь наклоните корпус вперед и медленно распрямите все тело волной по очереди снизу вверх. Глубоко вдыхайте, подняв руки вверх. И сделайте выдох, опуская руки вниз. И еще разок. На вдохе поднимаем руки вверх, на выдохе аккуратно опускаем руки вниз. Вы отлично поработали над мышцами ног. Молодцы. Руки. Для выполнения этого комплекса упражнений вам понадобятся гантели. Знаете, как лучше всего определить, подходит ли вам их вес, с какими вы выполняете упражнения, и если после третьего упражнения вы почувствуете усталость, то вес гантелей для вас как раз подходящий. Сегодня я буду использовать гантели весом 5 фунтов. На мой взгляд, это оптимальный вес для начинающих. Для начала поставим ноги на ширину плеч, потянем живот, расправим плечи. Поднимаем руки. Опуская, сгибаем их в локтях, жев пальцы в кулак и опускаем вниз. Отлично. Снова вверх, сгибаем в локтях и опускаем вниз. Прекрасное упражнение для разминки. Поехали. Еще два раза. Правая рука начинает. Отлично. Последний раз. Теперь переключаемся на левую руку. Левая рука начинает. Вперед. Сгибаем руки в локтях и опускаем. Напрягаем мышцы рук еще пару раз. Еще разок. Отлично. Теперь вытяните руки перед собой, цепите пальцы, почувствуйте, как растягивается верхняя часть спины. Сцепите руки за спиной и выверните плечи назад. Почувствуйте, как расслабляется верхняя часть спины и область шеи. Хорошо, теперь давайте возьмем гантели. Голову держите прямо, согните колено, поднимите гантели и распрямитесь. Поставьте ноги на ширину плеч, согните руки в локтях, образуя прямой угол. Сейчас я покажу вам наше первое упражнение с гантелями. Поднимаете согнутые руки в стороны, считаете до двух и на счет два медленно опускайте руки в исходное положение. Это упражнение развивает мышцы плеч. Повторим этот элемент четыре раза подряд. Колени расслаблены, живот потянут. Начинаем. Поднимаем и опускаем. Это прекрасное упражнение для придания плечам наилучшей формы. Еще два раза. Локти поднимаются на уровень плеч. Ну что, вы готовы сделать еще восемь повторов? Поехали. Локти ведут руки за собой. Работаем плечами. Мысленно представьте себе свои безупречные точеные плечи. Еще восемь повторов? Вперед. Выдыхайте при подъеме рук. Не напрягайте колени. У вас отлично получается. Еще четыре раза. Последние два раза. Отлично. Давайте перейдем к работе с бицепсами. Выверните гантели ладонями вперед. Прижмите локти к бокам и поднимайте гантели, сгибая руки в локтях. Четыре раза подряд. Поехали. Бицепсы расположены как раз в передней части предплечья. Сжимаем руки при подъеме. Работайте над этими мышцами. Они того стоят. Не надо слишком сильно сжимать гантели в ладонях. Отлично. Вы готовы выполнить упражнение восемь раз подряд? Вперед. Представьте, что у вас в руках зажат орех, и вы пытаетесь его расколоть, сгибая руки в локтях. Четыре раза. Четыре раза. Субтитры сделал DimaTorzok